Всем привет, друзья! Как вы знаете, я сейчас экспериментирую с питанием, не ем мясо, не ем молочку и также не ем сладости и все хлебобулочные изделия. И также в прошлом ролике я говорил, что я еще хочу начать чистку организма от паразитов. И вот вы попросили, чтобы я снял это видео, как я буду это делать. Собственно, я буду делать это травами, различные травы, о которых я сейчас вам расскажу, покажу рецептик и будем вместе с вами чиститься. Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что если вы придерживаетесь обычного питания, то я могу посоветовать вам зайти на мой сайт archumorris.com, приобрести программу тренировок и питания и у вас пойдет масса, у вас будет рельеф, если захотите. Любые программы для любого типа телосложения, если вы толстый, если вы худой. Короче, очень хорошие сбалансированные программы для всех типов. Переходите по ссылочке в описании. Итак, что нам понадобится? Первое, что нам понадобится, это цветки пижмы. Вот так вот они выглядят. Это самое сложное, что можно было только найти на самом деле, потому что в Эстонии у нас нигде нет. Я объездил все аптеки, все магазинчики, в которых трава продается. Нигде такого нет. Пошел в Россию, обошел две аптеки, тоже не было. И в третьей аптеке только нашел. Поэтому первая пижма очень сложно доставаемый ингредиент. Это первое. Следующее, это у нас семена льна. Выглядят они вот так. Следующее, это у нас тыквенные семечки. Обычные сырые тыквенные семечки можно купить в магазине. Следующее, это сухой укроп. Выглядит он вот таким вот образом. Ну, в принципе, просто сухой укроп. Следующее, это что у нас? Полынь горькая. Это полынь. Это трава реально горькая. Когда вы ее, ну, пытаетесь в рот взять, она такая отвратная. Поэтому мы будем делать это все очень быстро. Будем пить очень быстро, чтобы нам не было противно, короче. Следующее, это гвоздика. Вот у меня я уже приготовил. Нам понадобится для этого рецепта одна целая гвоздичка и половинка, короче, ну, одна с половиной гвоздики. Значит, для чего нужны все эти травы, ребята? Кроме укропа, все эти травы нужны, хотя и укроп тоже нужен для этого. Короче, все травы нужны для того, чтобы убить паразитов, независимо от того, какого они типа. То есть, у нас много типов паразитов, там больше сотни насчитывается в организме. И, в принципе, эти травы помогают с большинством справиться. Вот, а укроп помогает вывести все вот эти разлагающиеся трупы этих уродов. Вот, в принципе, вот так. Но нужно еще знать, что черви, они там ползают, да, но они еще откладывают свои яйца, получается. И многие, короче, препараты не убивают яйца, но убивают черви, а потом яйца снова как бы пророждаются, да, и образуются новые черви. Поэтому вот эти травы все, они убивают яйца и, собственно, самих червей. Друзья, для приготовления этого средства нам понадобится кофемолка. Почему кофемолка? Потому что она сможет перемолоть вот такие твердые частицы, как семель на тыквенные семечки и так далее. А вот эти травы, в принципе, они уже перемолоты. Что мы делаем дальше? Нам нужно взять кофемолку и туда начать закидывать наши травы. Первое это цветки пижмы я буду класть. И мы кладем всего лишь пол ложки. Вот всего лишь пол чайной ложки. Следующее это полынь. Мы кладем тоже всего лишь пол чайной ложки. Семель на тоже пол чайной ложки. Вот так вот. Ой, рассыпалось, как всегда. Следующее это укроп. Мы кладем целую чайную ложку. Укроп безвреден, поэтому тут можно побольше. Цельное. Ну и следующее тыквенные семечки можно даже с горочкой положить. Целую чайную ложку. Ну вот так вот у нас получается. И, конечно же, нужно не забывать, что у нас есть еще гвоздика. Одна цельная, одна половиночка. Можно просто одну кинуть. Кидаем. Ну а теперь давайте перемолим все это дело. И я покажу, как нужно принимать и сколько раз в день, сколько дней. Ну что, готова наша консистенция. Получилось вот такое вот дело. Нам это надо все сейчас высыпать в тарелочку. Вот такое вот количество у нас, друзья, получилось. Теперь, как мы это принимаем? Мы должны это принимать по одной, даже можно не целую столовую ложку, но немножко больше половины столовой ложки. Мы берем примерно вот столько вот. Этого нам должно хватить на целый день. Нужно это принимать за 30 минут до еды утром натощак, и потом еще два раза в день за 30 минут до еды. То есть получается три раза в день. Что мы делаем? Мы просто берем вот эту штуку, закидываем в рот, а потом просто запиваем водой. И вот это нужно пить три раза в день больше 10 дней. Можете пить 15 дней, допустим, а потом 15 дней отдыхаете, потом снова 15 дней пьете. Но, возможно, уже за 15 дней все паразиты от вас убегут. Ну а теперь, друзья, приятная новость для тех, кто хочет научиться делать выходы силой на одну руку, на две руки с весом и так далее. Поехали. Не умеете делать выход силой? Или, может, застряли и дальше прогресса нет? Мы спешим к вам на помощь. Набираем группу на марафон по освоению и увеличению выходов силой всего за три недели. Обучающие теоретические и практические материалы от выходов на одну руку до выходов с весом на две руки. От нас вы получите Видео и текстовые обучалки по выходу на одну руку, на две, выход в темп, медленный выход, выход на кистях, выход с весом. Теория и практика по каждому отдельному элементу. Трехнедельная программа тренировок для тех, кто не умеет делать выход на одну руку, и для тех, кто умеет делать на две руки, ну, крайне плохо. И для тех, кто умеет делать уже на очень хорошем уровне. Каждая тренировка разные программы тренировок. К каждой программе будет приложена видеоинструкция по выполнению данного упражнения. Частые видеотрансляции с тренировок. А любая помощь и поддержка 24 на 7 Обещаем хороший прогресс как для новичков, так и для продвинутых атлетов всего за 3 недели Как приятный бонус, первая неделя на марафон по скидке всего за 400 рублей Марафон будет проходить в инстаграме на этой странице, ссылка в описании До встречи на марафоне! Пока! Пока!